Проводить референдум или обсуждать конституцию в ситуации, когда возбуждены уголовные дела в отношении более тысячи граждан Беларуси за участие в мирных протестах, когда в тюрьмах находится 100 политических заключенных, когда не возбуждено ни одного уголовного дела. Это, кстати, я хотел остановиться отдельно, у нас есть очень важная информация на этот счет, в отношении преступлений сотрудников правоохранительной системы. Вы знаете, что сейчас складывается очень сложная ситуация в Следственном комитете, особенно в Центральном аппарате. Почему? В Центральном аппарате Следственного комитета идет фактически на раскол. 9-10 ноября истекают сроки принятия решений по возбуждению уголовных дел по фактам совершенных преступлений в отношении граждан Беларуси. У нас есть сведения, что... Сотрудниками милиции имеется в виду. Сотрудниками милиции, да. 2300 заявлений было подано гражданам Беларуси по состоянию на 18 сентября. Из этих 2300 заявлений проверку прошли 1800. И уже по 500 есть полная доказательная база о возможности возбуждения уголовных дел по факту совершения пыток в отношении граждан Республики Беларусь. И вот 9-10 числа истекает последний срок, когда следователи должны принимать решение о возбуждении этих уголовных дел. Если, и кстати надо понимать, что есть полная доказательная база, значит есть фамилии всех сотрудников МВД, всех сотрудников спецподразделений, которые занимались пытками, убийствами, истязали, мучили и продолжают мучить белорусских граждан. Если следователь не возбуждает уголовное дело, он фактически сам становится соучастником преступления. И вот сегодня следователь должен для себя сделать моральный выбор. Или он становится в ряд вместе с милиционерами, которые убивали, истязались, издевались, или он делает выбор в пользу правды, в пользу верховенства закона и быть с народом. Даже при чем здесь пафос быть с народом? Действительно ли он считает, что закон является приоритетом в его деятельности? Таких следователей достаточно много, поэтому сейчас стоит вопрос об изменении, об отставке всего руководства Следственного комитета, замене руководства Следственного комитета сотрудниками МВД, фактически переподчинение Следственного комитета органу дознания и органу, конечно, преследования, которым является МВД. Это очень серьезная ломка в государственном аппарате. Власти этого очень боится, она, конечно, будет препятствовать, но власть должна не забывать следующее, все те, кто совершил преступление, что пытки предусматривают высшую меру наказания. Мы, конечно, против смертной казни, и я как человек, работавший в гуманитарной сфере, дипломат, деятель культуры, но вместе с тем эта статья сегодня это предусматривает. И надо не забывать про детектор лжи. Я еще раз напоминаю, все сотрудники правоохранительной системы прекрасно знают, что в обязательном порядке они проходят детектор лжи. И вот ситуация поменяется завтра, все они переживут Лукашенко, переживут месяц, два, год, если кто-то мечтает, что пять лет он пробудет у власти. И вот тогда они все пройдут детектор лжи, и все будет скрыто, и все они будут привлечены к ответственности. К сожалению, ответственность будет жесткой.